Добрый день, в нашем крае очень много староверов. Ваше отношение к старобрячеству? Что к старобрячеству? Я ко всем отношусь, стараюсь, по крайней мере, относиться с полным благожелательством. Атеист, буддист, мусульманин, лютеранин, католик, старобрядец. И что самое трудное, правда, кому труднее всего относиться к благожелательству, это к православному. Ну, вот это уже сложнее дело. Они больше всего меня толкают в бок, представляете? Придёшь в храм, тут толкнут тебя, идёшь причащаться, впереди тебя раз, встанет. Те хоть они становятся, не мешают, а эти, ну, не знаешь, что делать. То встанешь так, на тебя впереди, вот так, бах, и всё, ну, в ярость приходишь. Так что труднее всего бывает это с православными, конечно. Ну, и к ним даже я стараюсь относиться хорошо. А что же ещё? Древние язычники так и говорили. Посмотрите! Знаете, что они говорили? Язычники древние, глядя на христиан, говорили. Посмотрите, как они любят друг друга! Вот это да! И сами становились христианами. Вот наше орудие! Слышите? Вот оно, как любят друг друга! Так что и мы должны с любовью, благожелательством относиться ко всем! В том числе, конечно, и к старообрядцам, естественно. Они наиболее близкие нам люди из всех, мною перечисленных. Да! Если можно, пожалуйста, и поговорить можем по-дружески! По-дружески! С любовью! В чём-то не согласны? Ну, что же! Апостол Павел пишет! Должны быть между вами и разногласия! Слышите? Чтобы явились разумные! Дай Бог, чтобы это было и в нашем общении с ними! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!